друзья стою возле pathfinder x5 но будет короче тест именно джеты это volkswagen jetta 10 года стоимость 369 999 16 102 кобылы на dsg вот она такая красотка и сегодня протестируем ее в общем автосалон 16 регион реализует данный автомобиль вся подробная информация в ссылке в описании к видео такие ключи у нас серебристый сети тоже интересно смотрится кому интересно кстати он этот автомобиль это автомобиль в сша называется бора давно уже на вак продуктах я не катался давненько относительно конечно хорошая видимо такая еще комплектация здесь стеклоподъемник этот видимо или трос или что механизм не работает вот она тундра toyota тундра гигант 5 и 7 force не работает запускаем хорошо что чек не горит самый надежный движок 16 беспроблемная особо руль перетянули пробег 121000 высоте по валюту все регулируется как вы любите это дело сейчас отодвинуем кресло бортовик бортовик где же ты чтоб посмотреть так электронная настройка для часов и бортовой компьютер вот здесь должен быть почему-то нету это одно интервью линию ну где вот здесь портовой компьютер что посмотрите что-то меняли что ли получается вак любители напишите пожалуйста подогрев сидушек имеется на хорошая комплектация здесь получается у нас в зоны климат-контроля аудиосистема неплохая и dsg что давайте потихонечку трогаемся посмотрим на за 10 лет что случилось с dsg как она себя будет вести в дальнейшем заглушка стоит час опа dsg для кого-то убийственное сочетание так зеркала немножко отрегулирую кого-то очень плохое сочетание как огня бояться этой коробки но не безосновательно конечно что на репутацию себе подмочил это вроде сухое еще тело как бы то ни было автомобиль хороший из-за одного там карабаса кидать в нее камни я думаю не стоит эту тачку в общем целом очень достойный автомобиль как мягко мы едем а уже забыл что такое вак продукт все четко по подвеске спереди макс сзади макферсон особо вложения не требует если вы не будете ее долбать почему конечно такое дело на механике потому что если механика это вообще просто не убиваемый аппарат будет точно а тут dsg да нет вроде бы все плавно переключает нормально сейчас немножко подразогреем все дело и потом понаваливать постараемся на этой тачке конечно это не гольф это точно это вот маленький такой усредненная версия пассата если хотите шум какая хорошая вот плавность хода как она тебе везет уже да и семена подтыкает 7 диапазонный робот 70 км в час и так классно едет такой управляемость такая управляемость и такое ощущение восприятие то второе вообще четко все это классно видимо где-то перегорела лампочка об этом символизирует у нас индикация такое бывает ничего страшного поменяли поехали дальше но она некомфортнее чем большинство и допустим пассат едет это точно у этой тачке достаточно конкурентов это и lancer это и лидер сегмента corolla но кто-то все-таки делает выбор в пользу этого автомобиля почему потому что любит крепкое качество вот за крепкое качество мы полюбили volkswagen этого уже не отнять да он может иногда преподносить сюрпризы ломаться что-то с ним происходить не так и наперекосяк это все нормально в рамках приличий но когда он начинает высасывать деньги как пылесос вот это конечно да и ситуация плачевная я бы так сказал потому что есть некоторые элементы в этой конструкции которые будут требовать прям высоких вложений по сечении определенного периода времени по сечении определенной эксплуатации поэтому лучше брать в хорошем состоянии тщательно диагностировать здесь пробег во многих блоках зафиксировано это не япония с как можно смотать там по-быстрому и все это если ни в одном блоке потом не высвечивается эти многие грешат поэтому смертные японцы рулят в немецких авто в большинстве случаев такой опции не предусмотрено если где-то смотрели нужно все блоки обнулять ну а кто будет все блоки обнулять узнаете сколько времени знаний денег на это потребуется поэтому не вариант как же она убаюкивающий спокойно едет а вот сейчас я покатался на nexia на калине это прям чудо вообще как удобно и управлять спокойствие и умиротворенность царит в этом автомобиле честно говоря его немного вот ты чувствуешь сразу передняя часть заднюю юрки и маневренный он не в коем случае не напрягучий вообще ни в каком моменте вот сашка стоит как у меня было 202 марс они заразы страшно гниют c 220 мне двести восемь из был сам 100 4 2 и 8 113 кобылы надеюсь 106 давайте попробуем немножко раскачегарить давай трех тысяч вот такой уверенный подход до трех тысяч до нее о до 4 да даже очень очень даже неплохо скорее не происходит видимо уже хорошо мехатроник ремонтировали и не раз поэтому она еще ходит коробка вот недавно гольф был на dsg тоже 6 гольф забрали быстро его вообще он там недолго стоял на продаже хорошим то что не был она холостом то вообще ничего не слышно вообще как будто мы на тесле катаемся модуль с volkswagen это оправданная покупка вы потом от него кайфанете здесь даже оригинального стекла да нет с десятого года это не может быть такого да в общем оригинал его стекла в этом кайфанете от этой покупки я вас просто уверяю в этом вы же не покупаете это не так скажем слишком вычурно амбициозно если вы покупаете там поддержанный ягуар да а volkswagen это все-таки проверенная продукта он катает катает и катает и долго катает потом я опять влюблен в ваг буду серенада пить его вы видите меня правильно это я выражаю всего лишь свое мнение ни в коем случае не претендует последние станции на какую-то правду или что-то еще это всего лишь во мнение она может разниться с вашим вы можете выражать свое мнение в комментариях и так далее я ничего не препятствую но мое мнение по поводу вак продукта это очень сбалансированные автомобили которые дарят чувство защищенности чувство комфорта чувство совершенное нового восприятия и чувство какой-то легкости во всем когда передвигаетесь по городу когда вы осуществляете свои поездки за город и на трассе она не пасует это наедет как взрослая тачка вот пасом выше что-то по поводкам настроена к пассату ближе потому что тележка одна и та же здесь автомобиль будет поменьше за наедет приблизительно также это здорово роль немножко если вот так смотреть а немножко вот сюда ушел так наверно сход развал можно вот как же она едет одно удовольствие это получаешь с каждым километров смакуешь как и аппетит во время еды приходят здесь такая же тема чем больше катаешься тем больше влюбляешься в эту тачку главный чек не горит не успокоен и особых сюрпризов он не подкидывает если слюни не умотанная тачка не можно еще колбасится и колбасится даже не переколбасите это и долго лкп очень крепкая краска отходит может слоями просто отходить но он не гниет здесь двойная оцинковка идет как же все плавно давайте еще приступим здесь вроде без взрывков когда плавно если будете топить конечно любую коробку можно убить нет нормально все переключает строго спортивный режим месте режим тип троник когда вы вручную можете немножко повыкручивать автомобиль но не так сильно конечно но на это дает удовольствие 121000 на не знаю зачем перетянули руль до 121000 в продукт а роль не должен обтираться сильно вот и портовой компьютер тоже где вот управление здесь он должен быть почему-то 5 клавишнин для брутовика у меня в свое время был посады 5 по 5 плюс 5 с половиной как хотите америкос 187 ска был на автомате на 5 степенчатом тоже откатал на нем я не так уж долго неприятная ситуация авария была мне в заднюю часть заехали но он крепкий он прям действительно очень крепкий танк от 11 модели от передка вообще ничего не осталось у меня там немножко ушло ну лонжерон чуть-чуть загнуло так в общем то все крепко было я даже потом своим ходом уехал и у меня этот пассат забрали через четыре дня что ли да я его на продажу выставил ну уже битым все через четыре дня парни приехали так чебоксар новый чебоксар приехали вот и забрали в общем . вот такие дела ну что карабасов претензий нет все нормально предсказуемо эта облёдочка тоже такая классная надпись dsg так почему я не могу найти недра вот этого компьютера и показать вам что еще он показывает а если нас блок управления светом фары противотуманки центральный замок все тихо аккуратно электро регулируемые зеркала не с подогревом динамики аудиосистемы здесь основные динамики припятаны открывание для лючка бензопака электростеклоподъемники куча стороны водителя не работает нужно или тросик посмотреть либо что там на моторчик работает скорее всего троса бору задние стекла опускают без проблем но это с любой тачка может произойти по стеклоподъемникам это нормально абсолютно задние стекла так опускаются и передок вниз тоже опускается нормально и боковые подушки безопасности хэнсфри видимо стояли здесь у нас такая система по микрофонам обдувы тоже прекрасно работают аудиосистема неплохая здесь настройка для звука он как неплохо она очень хорошо звучит в зонный климат-контроль рециркуляции автоматическая рециркуляция имеется кондиционер дол то есть можете из стороны пассажира регулировать пепельница прикуриватель антистоп регуляция то есть это антипробуксовочная система здесь у нас и стабилизация тоже завязана эту электронную штучку такие штуки как типа на каине подстаканник довольно крепкий мощно регулируется и aux даже есть представляете провод сюда подсоединили к телефону компьютер и плеер и наслаждаетесь любимыми композициями здесь вот такие у нас упоры и при том материал если немножко такой скользкий а здесь уже он не будет скользить и износостойкий что самое главное бардачок можно закрыть на ключ он очень вместительный здесь у нас дополнительная полка вся видимо история автомобиля это руководство по эксплуатации техническое обслуживание общем все в таком кожаном буклете он охлаждаемый посредством кондиционера и здесь тоже бар в общем тачка которая будет катать с этим движком я уверен так дальность фар рику давайте включим здесь у нас подсветка тоже все в рабочем состоянии контейнер для очков макияжные зеркала потолок чистый аккуратный теперь я предлагаю открыть капот здесь у нас как видите бардачок для водителя регулирование угла наклона фар и регулирование яркости подсветки приборов посадки и высадки тоже претензий нет все очень происходит приятно с комфортом при том с высоким комфортом по высоте регулируется при том диапазон регулировок очень широкий плюс спинка регулируется такой педальный узел ну практически как новые либо его меняли в таком пробеге а может он остался таки джет как видите коврики вот тоже с присосками с такими заклепками чистый аккуратный пол здесь находится в номер автомобиля в клейках так что могу сказать дальше продолжим рассматривать столько красных там где номер вот здесь сколов особых я не заметил каких-то страшных диски стоят эти спицы вы легкий сплав 16 юмя 205 на 55 самый ходовой размер во время скола подкрашивались в этом автомобиле линз нет обыкновенный галлоген но он прекрасно справляется своей задачей туманки имеются такая огромная млево Volkswagen достаточно хрома вот он 1.6 который ходит 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 и ходит ну правда массосъемники и соответственно кольца поршневая может быть немножко подъедать маслом в целом сверх надежный с навесным тоже проблемным фильтром он отсюда его видно ищет G12 антиктрис ровно работает силовая грида абсолютно ровно с предупреждением АКБ спрятан в послочком Коскрол рекомендует завоза заливать заглушком кстати легкий доступ и нужно этот короб снять воздушного фильтра вот чтобы получить доступ к соответственно это левая фара ну и правая здесь заглушком доступ вот здесь легкий то есть спокойно манипуляции можно совершать генератор видимо тоже родной в ролике все нормально ремень два вентилятора идет как видите когда вы включаете кондиционер подрубается второй вентилятор здесь тоже надпись я не помню в оригинале должна ли быть такая защита которая здесь то есть шумоизоляция тут немножко жаб некоторых мостах ну чуток чуток всего лишь от начала можно это быстро устроить а можно и не устранять так кататься это не критично для такого автомобиля так сейчас немножко рассмотрим передняя часть а именно подвеска в общем целом я бы назвал этот автомобиль довольно сбалансированным он притягивает взгляд он современный еще ближайшее время он устареет это точно достаточно и харизмы у этой тачки он красивый не слишком кричащий интерьер и экстерьер спокойный рассчитан на широкую аудиторию вот оригинал volkswagen как видите очень редкая тема как расходник у нас но почему то здесь аварийки аварийки работают но вот эти элементы видимо вышли из строя как справа так и слева все крепко и солидно тут тема мне нравится здесь какой-то бархат даже хороший уплотнитель стоит этих автомобилях технические регулировки соответственно в продольном направлении спинка по высоте регулировки нет присядем на второй ряд сидений посмотрим что здесь да как опа здесь тоже достаточно удобно и комфортно перепельница и вот запах volkswagen его ни с чем не перепутать получается здесь установлено 8 динамиков 4 высокочастотных 4 основных подушка здесь дополнительные вешалки здесь также подушка получается 1 2 3 4 5 6 7 8 подушек здесь установлю опа да ладно что то здесь отпало воздуховоды в общем розетка на 220 вольт огромная а это заглушка вот так она стоит что давай друг мой милый закрывайся как надо пожалуйста ну давай все закрыли огромный центральный тоннель и вот к сожалению видимо в этом исполнении нет подлокотника и подстаканников 60-40 в соотношении 60-40 все складывается что ж так жарко то а это видимо опа заработал климатроник такая система на хоть своей день так называется климатроник как очень солидный мощный автомобиль подсветка датчики парковки все сделано со вкусом с душой в этой тачке бензобак такой миниатюрный рекомендации по давлению в шинах 95 желательно заправлять у нас спокойно 92 ничего страшного не происходит видимо снимали чё бензобак он закрывается как-то не по volkswagen вски слишком жестко шина установлены данлоп сзади дисковые тормозные механизмы и под задней части автомобиля мне очень нравится еще в некоторых комплектациях кстати вот в бора в американках здесь идет подсветка около дверного пространства но видимо здесь это отсутствует опция было такое дело задние датчики парковки четыре штуки мощный какой багажника настолько крепкий вот как в пятом тоже крышка наимощнейшая этой крышкой можно не знаю сносить стены просто ничего с ней не произойдет особо наполнение диоды смотрите как они классно мигают очень яркие здесь у нас находится запаска там кратые инструменты рекомендации как видите все откручивать в общем даже ребенок справиться с этой темой без проблем все понятно две удобные ручки чтобы закрыть крышку багажника доступ к замку и вот здесь еще чтобы поменять лампочки видите как удобно Volkswagen все продумал сделали здесь можно менять лампочки без проблем потому что не одноцельные фонари я все-таки люблю задние фонари когда одноцельные идут а здесь не одноцельные вагнер делали видно что делали ржа подкрадывается ну что-то видимо было напишите в комментариях ваши догадки и мысли что же здесь было крепкая крышка багажника еще раз рассмотрим днище теперь заднюю подвеску вольтсваген джеты вот в принципе и все по этому автомобилю что хотел вам рассказать покупайте старайтесь покупать данный автомобиль